По всероссийских соревнованиях юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» наступила пора решающих матчей. С 18 по 23 марта в Омске на двух площадках прошли финалы Уральского и Сибирского федеральных округов. Хоккейные баталии младшей возрастной группы турнира развернулись на льду детского хоккейного центра «Авангард» и СКК «Блинова». Владислав Третьяк в Омске принимает участие в турнире «Золотая шайба». На скамейке штрафников СК «Блинова» не легенда российского хоккея, а восходящая звездочка «Ямала». Команда Третьяка с разгромным счетом обыгрывает «Абакансклорис». Игра настолько увлекательная, что хоккеисту никак не сидится на месте. Ты что-то меня уговариваешь, ну как можно правильно решать? В турнире «Золотая шайба» принимают участие лучшие дворовые команды. Здесь, наряду с бойкими мальчишками, в хоккейной форме вполне комфортно чувствуют себя и девочки. Анастасия Якубина – центральный нападающий. Хоккеем занимается большую часть жизни – уже 8 лет. «Ну, у меня папа тренер занимался, тренировал детей, предложил мне, ну, я захотела. Сначала, ну, отказывалась, потренировалась чуть-чуть, мне очень понравилось, я стала заниматься дальше. Важные игры, можно чему-то научиться, и будешь, как бы, опытнее». Старшему поколению, ветеранам спорта, приятно наблюдать за тем, как развивается хоккей любительский, а многолетние традиции поддерживаются. Ведь богатая почти полувековая история турнира помнит случай, когда благодаря «Золотой шайбе» зажигались звезды профессионального хоккея. «Ребят, как бы, если они пришли, любят заниматься хоккеем, пришли в хоккей, есть у них желание заниматься, не надо их лишать, это радости». Всего за выход в финал всероссийских соревнований боролись 12 дворовых команд Сибири и Урала. Дружины очень разные, и по степени подготовленности в том числе. Отсюда и результаты – 19-0, 11-3, но итоговый счет для юных хоккеистов не самое главное, считают родители. Наши ребятишки набираются опыта, самое главное. Тем более в нашем городе нет таких больших катков, мы играем в дворовой команде. И поэтому для нас это очень главное такое событие для ребятишек. Они очень боятся, по игре как бы видно, но мы стараемся их вывозить. В финале «Золотой шайбы» встретились команды «Металлург», «Нижняя солда» и «Ямал», «Ямало-Ненецкого автономного округа». Обе команды за весь турнир ни разу не потерпели поражений. Интрига о победителе сохранялась до последней минуты игры. На первый перерыв команда «Металлург» ушла в качестве фаворита. Счет 4-1. За второй отрезок финального матча хоккеистам «Ямала» удалось сравнить отсчет. Но шайба Дмитрия Мелкомукова в третьем периоде оказалась решающей. Раз, два, два, давай, три, четыре, забивай! «Металлург» чемпион! Побежает только он! Мы первые! Так хоккеисты из Нижней Салды вышли в финал всероссийских соревнований в младшей возрастной группе. Вообще так нравится, что мы стали чемпионами России. И хочется ехать на четвертый тур и победить. Ты смотришь на табло и видишь, что твоя команда выиграла. Мы работали, мы шли. Сказать честно, мы не думали, что так оно все сложится. Ехали на хороший хоккей, на хороший турнир. Ну, хорошо, повезло, сложилось. Ну, опять же, везет сильнейшим. Мы старались очень. Молодцы! Поздравляю!